МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зачайно президенту были снова заданы вопросы, связанные с советской историей. Хочу сказать, что в свое время в кабинете у президента, встречаясь лидеры и фракции, тоже вдруг услышали от либералов необходимость расправиться с Красной площадью. Тогда я встал и сказал, давайте мы договоримся, с чего начнем раскопки. Первые и самые древние захоронения находятся у Кремлевской стены со стороны Москва-реки. Затем за 300 лет в двух храмах Кремля похоронены все державные государи, начиная с Ивана Калиты и члены их семей. Затем 400 с лишним человек были захоронены герои советской эпохи. На Красной площади захоронен не только Ленин, вожди революции, но и наши гениальные ученые Королев, Келдыш и Курчатов, которые дали стране космический взлет и ядерную безопасность. Там захоронены 32 маршала, которые обеспечили победу в Великой Отечественной войне. Там покоится первый космонавт Гагарин с своими друзьями и товарищами. Ну а дальше Александровский сад с могилой неизвестного солдата и прахом, священной землей всех городов, героев Брестской крепости. Давайте определимся, с чего начнем раскопки. Тогда на этой встрече президент сказал, пока я нахожусь в кремлевском кабинете, этого варварства не будет. Я удовлетворен тем, что он вчера, отвечая на этот вопрос, еще раз подчеркнул. Стране крайне необходима сплоченность и единство. На фоне войны, которая идет на юге против бандитов и террористов, и на фоне санкций, и больших финансо-экономических трудностей. Углубление раскола чревато тяжелыми потрясениями для всей страны. Я абсолютно согласен с этой точкой зрения. И хочу еще раз напомнить, на Государственном совете, где по нашей инициативе рассматривались проблемы образования, социальные политики и развития экономики, президент еще раз подтвердил, мы должны наследствовать с собой взять все лучшее, что было в великой тысячелетней российской истории, включая советскую историю. Вчера он вспомнил о том, что была индустриализация, была организована хорошее образование, наука и здравоохранение. Этот исторический советский опыт надо не только иметь в виду, но и возобновлять. Вместе с тем, многое из советского опыта утеряно. Хотя, на мой взгляд, сейчас в стране обострились противоречия, прежде всего, между государственно-патриотической линией, которую президент проводит во внешней политике, и либеральной, криминальной, финансовой, экономической, которую проводит блок в правительстве. Я считаю, что это обострение достигло апогеи, и дальше оно становится нетерпимым. Потому что те, кто не в состоянии решить ни один социальный и финансово-экономический вопрос, опять жаждут расправы с советской историей и столкнуть граждан страны уже не на Северном Кавказе, не в Чечне, а на Красной площади. Для всех, кто интересуется историей, хочу дать справку и дополнить вчерашнее выступление президента. Тем более, я, просмотрев четыре программы, удивился. Если канал «Россия-1», который восемь лет назад организовал конкурс «Имя России», отнесся уважительно к высказываниям президента и показал его и позитивные, и отрицательные оценки советской истории, то первый канал, как всегда, вычистил все позитивное и оставил все негативное. Но меня поражает, что там редакция продолжает цензуру выступлений президента, что вообще не украшает этот канал, тем более он должен вспомнить, что именно у порога этого канала убиты были десятки граждан в 93-м году, и там в этом подъезде было немало тех, кто провоцировал это убийство. Но вернемся к истории. Если посмотреть на кризисы, то за 200 лет капитализма было 12 кризисов. Два системных в прошлом веке закончились двумя мировыми войнами. В центре этих войн оказалась наша страна, Российская империя и Советский Союз. Из первого кризиса страну вытащил Великий Октябрь во главе с Лениным, из второго – Великой Победа в мае 45-го во главе с Сталиным. И не случайно, когда опрашивали по ходу конкурса «Имя России», эти две выдающиеся государственные деятели постоянно при опросе оказывались в первой тройке самых популярных и самых великих политиков в истории нашего государства. Я бы хотел, чтобы это учитывали те, кто рассказывает о нашей истории, ибо тогда опрос был в опросе, участвовало почти 40 миллионов человек. Война является самым тяжким испытанием для любого народа, и Российская империя имела совершенно разные страницы. Была империя Александра Третьего, который, не ведя ни одной войны, почти за 15 лет отдвинул южную границу нашей страны на тысячу километров. Была империя Александра Третьего, который принял исторические решения, а строительство стран Сиба в этом году исполняется ровно 100 лет, как 7 тысячекилометровая дорога была введена в строй. Но тот же Александр Третьего говорил о Николае, Николашка к царству не готов, Бог не дал ни ума, ни воли. И царство Николая Второго началось в беспрецедентной ходынке, где затоптали сотни человек. Он в это время сидел, пил шампанское во французском посольстве и даже не позаботился о своих подданных. Началась позорная русско-японская война, где мы впервые в тысячелетней истории вынуждены были отдать свои территории, продув честную эту войну. Началось с того, что Столыпин внес предложение царю организовать в стране всеобщее начальное образование, но царский режим боялся грамотных людей и отказал в этом. Ввели в 16-м году, когда продавали и Первую мировую. Нам никакой необходимости не было влазить в Первую мировую войну, в которой сгорело четыре империи – российское, германское, австро-венгерское, таманское. И лишь Гений и Ленина, его политическая воля и воля большевиков позволили собрать страну снова в новой форме, советской форме, единой союзной державы. Кто еще знает в истории пример, когда человек приехал в страну, распавшись империю, за считанные годы провел четыре варианта политики, от политики продразверстки и военного коммунизма до Анепа и плана ГРО. Кто знает второй вариант, когда предложил способ соединения в союзные государства, где народы, 190 народов, согласились жить в едином государстве. Кто знает пример создания единой новой партии, которая справилась с великими трудностями, и за 20 лет во главе с Лениным и Сталином сумела увеличить свой потенциал в 70 раз. Кто знает пример, чтобы за 10 лет сумели построить 6 тысяч лучших заводов, и темпы модернизации тогда в стране были 16 с лишним процентов. Китайское чудо показало 13-12 процентов. Кто знает такие примеры? Кто знает примеры, чтобы человек, который 54 года написал 55 томов, ответил на все мировые вопросы, и его полное собрание сочинений сегодня находится в любой серьезной библиотеке мира, и его работы переведены на все языки мира. Кстати, и Ленин владел всеми основными европейскими языками. Назовите мне второй такой пример. Гения, политика, государственные деятели, управленцы. Мы должны учиться в своей истории. И есть с чему учиться. У Александра Невского, который в 23 года разбил Тевтонов, у Иона Грозного, который был венчан на царство в 16 лет, и за 10 лет сколотил крупные государства, у Петра Великого, Петра Первого, Екатерины Второй, Александра Третьего, которые прибавляли каждый раз, учиться у Владимира Ленина и Осипа Сталина, всех, кто приумножал наши богатства. А когда пытают снова столкнуть людей на антисоветской русофобской почве, то хотел бы этим деятелям напомнить, вам это удалось под руководством предателей Горбачева, этого болтуна и пьяницы Ельцина, столкнуть страну в 90-е годы. Тогда отмолчалась КГБ, отмолчалась армия, хотя присыгали великой союзной державой. Такого повторения в России не будет больше. Мы не дадим ее растащить русофобам, антисоветчикам, во что это вливается, пожалуйста, съедите на Украину еще раз, посмотрите. Многие журналисты опалены войной и видят, во что превратилась эта еще недавно цветущая республика, одна из самых богатых в Советском Союзе. Вы посмотрите, с чего начинала эта бандеровская свора под руководством американских царушников. Начинали с разгрома памятника Ленину, который стоял на крещатнике. Этот памятник открывал нашу выставку достижений народного хозяйства перед войной в Соединенных Штатах. Этот памятник в 1946-м был первый восстановлен. На этом памятнике написаны пророческие слова Ленина. Только в союзе вместе с рабочими и крестьянами Россия и Украина могут быть самостоятельной и независимой. В противном случае об этом не может быть и речи. Те, кто забыл эти слова, пожинают плоды сегодня на Украине разоренной, ободранной, униженной, растоптанной, которая превратилась в царство бандитов, царушников и в этих самых паханов по имени олигархат Украины. Поэтому я предлагаю нашим оппонентам еще раз обсудить эти проблемы и принять официальные заявления против русофобии и антисоветизма. Ибо русофобия и антисоветизма направлены против исторической государственности. Любой, кто занимается антисоветизмом, неизбежно приходит к русофобии. Любой, кто разжигает русофобию и антисоветизм, борется против российской государственности. Вы все живете в Российской Федерации, под вердиктом, о которой стоит подпись Владимира Ильича Ленина. Или мы будем укреплять свою государственность. У нас повторится 91-й год, но в самом худшем варианте. Ни один гражданин России, меняемый, не желает этого несчастья вновь для страны. Поэтому я дополнил вчерашнее выступление президента и хочу, чтобы вы его опубликовали полностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова